Из этого ролика ты узнаешь, как подобрать свой освежающий черный цвет. Меня зовут Казакова Наталья, я стилист вкусных образов. Тема выбора черного цвета сводится в первую очередь к тому, насколько много ты готова тратить времени на свой утренний макияж. Ведь черный идет далеко не всем. И сегодня я хочу избавить тебя от этого огромного заблуждения. Есть такое общее представление о том, что черный первое с троимит, второе идет всем. Но сегодня мы поговорим о том, как выбрать именно твой черный. С чего здесь нужно начать? Сделаем первое и самое простое задание. Тебе нужно взять свой телефон и сделать черно-белую фотографию. Что тебе это даст? Ты сможешь понять, какой уровень контрастности твоей внешности. Важно запомнить один момент. Сделай фотографию с таким макияжем, который ты делаешь себе каждый день. Это даст тебе дополнительную контрастность и, соответственно, более насыщенный цвет из черной палитры. Итак, сделав такую фотографию, что нужно посмотреть? Насколько на черно-белом фоне отличается уровень насыщенности между твоим цветом волос, цветом кожи и цветом глаз. То есть, чем светлее твоя кожа, темнее глаза и выразительнее волосы, тем более высокая контрастность. И значит, тем более глубокий и черный цвет ты сможешь себе позволить без лишних трудозатрат рано утром. Если же твоя внешность очень светлая получилась в черно-белом формате, тогда нужно запомнить, что чтобы выразительно и свежо выглядеть в черной палитре, тебе придется тратить много времени, сделать себе активный макияж и, возможно, добавить выразительную прическу. И только тогда в этом ты будешь выглядеть как цельный образ, а не просто красивое черное платье. Ведь когда тебе делают комплимент, что у тебя классное платье, скорее всего, тебя в этом платье нет, потому что оно становится более ярким, чем ты. Согласись, это несправедливо? Давай исправлять эту несправедливость прямо сейчас. Итак, ты сделала фотографию и поняла, что твой уровень контрастности или высокий, или очень светлый. Есть средние варианты, тогда твой вариант это не черный, а скорее серый. И сейчас я тебе покажу, какие именно будут цвета серого, характерны именно тебе в зависимости от контрастности. Итак, если ты яркая брюнетка с выразительными карими глазами и светлой кожей, тогда тебе подойдет действительно глубокий черный цвет, который ты можешь носить даже очень близко к лицу. Тебе крупно повезло. Если же на фотографиях у тебя только какой-то один элемент более выразительный, например, только глаза яркие или только волосы очень яркие, тогда тебе стоит выбирать более спокойные варианты из черной гаммы. Скажем, это может быть вот такой вот меланжевый черно-белый формат, либо это может быть, так скажем, более глубокий серый. И главное, запомни, что при выборе именно этого цвета ты будешь выглядеть всегда более выразительно. Если же ты красотка, которая обладает очень светлой, практически ангельской внешностью, тогда задумайся о том, чтобы выбирать очень светлые оттенки серых. Это может быть именно такой вариант. Черный на фоне белого. Это будет смотреться достаточно элегантно и сдержанно на каждый день, но твоя внешность начнет играть, и ты будешь вдохновлять окружающих своей ангельской внешностью. Есть отдельно еще несколько моментов по цветотипам. Если ты знаешь свой цветотип, я покажу тебе, какой, как бы черный, будет характерен именно тебе. Для этого я разработала вот такую вот табличку. Обрати внимание, что для зим может быть использован именно глубокий черный. Каждый день без лишнего макияжа. Обращай твое внимание именно на это. Если ты больше соответствуешь цветотипу лета или просто прохладному цветотипу, перемешанному между зимой и осенью, а такое возможно, то тогда я использую палитру серых. Хотя можно сказать, что палитра серых подойдет любому цветотипу в зависимости от того, какой уровень контрастности и какой макияж ты будешь использовать для того, чтобы доработать свой образ. Наиболее идеальным цветом черного для осеннего цветотипа будет серо-коричневая гамма, как, например, представлено вот в этом платье. Это будет идеальный вариант именно для осенних цветотипов на каждый день вместо черного. И для самых нежных, самых легких цветотипов весенних наилучшим образом, как бы это ни казалось тебе странным, подойдет вот такой вот пепельно-бежевый цвет. Да-да-да, именно так, черного цвета в палитре весны лучше не использовать, потому что такой нежный и ранимый цветотип будет с помощью черного цвета становиться более тяжелым. Или нужно будет применять много усилий для того, чтобы в этом цвете выглядеть свежо и выразительно. Мое задание для тебя на сегодня. Сделай свое черно-белое селфи. Определи свой уровень контрастности. Средний, низкий или яркий. Теперь посмотри в своем гардеробе тот черный, который подойдет именно тебе. И с этого начнется твой новый образ с твоими вкусными гардеробами. С тобой была Наталья Казакова, стилист вкусных образов. Ты можешь не подписываться на мой канал и можешь не ставить мне лайки, но сделай это для себя прямо сегодня. Изюм с тобой!